Поздравляю, ты его дождался! Привет! С тобой снова я, Нина Бережная. И это снова программа «Кино на выходных». Усаживайся поудобнее, сейчас будет интересно. Прокат вышел российский фильм «Кометы Галея». Это история о чудесах, которые обязательно должны случаться в канун Нового года. В старом доме в центре Москвы живет селья Артемьевых. Три женских поколения. Интеллигентная чудаковатая старушка Янга Львовна, ее дочь Юлия и две внучки Таисия и Дуся. В один из зимних вечеров совершенно необычным образом в их квартире появляется обаятельный физик-астроном по фамилии Галей. Эта встреча переворачивает все с ног на голову. В канун Нового года Игнату, так зовут главного героя, предстоит принять важное решение, которое изменит не только его жизнь, но и жизнь его новых знакомых. Ошибку вы совершаете, девушка. Ему ведь кроме космической галактики никто не нужен. Фильм по-новогоднему добрый. В нем полно места волшебству и вере в чудеса. Посмотреть его стоит всей семьей. Роли в кино сыграли именитые артисты Лия Хиджакова, Анна Михалкова, Антон Шагин, Павел Прилучный. Уж не знаю, как бы мои домашние отнеслись к тому, если бы я привела домой парня с ведром. Хотя, когда еще случаться всему необычному, если не под Новый год? Еще один фильм с пометкой «Сделано в России» – «Трое». Главный герой – популярный телеведущий Александр Сашин. В жизни взрослого мужчины желаемое окончательно перестало совпадать с действительным. Ему давно наскучило вести свое шоу. Это ночной полет с Сашиным, пристегнитесь, взлетаем! Но главное – Сашину наскучила собственная жена, которая давно заведует каждым его шагом. Герой больше не может жить по-старому. И, получив очередную награду за талантливую работу на телеке, привязывает ее ремнем к шее и прыгает к неву. Однако смерть приходится отложить. Телеведущего спасает Вероника. Девушка пишет стихи и водит экскурсии по мистическому Петербургу. Выглядит спасительница неформально, что резко контрастирует с прежней жизнью героя Сашина. Мужчина моментально увлекается новой знакомой. Теперь он рвется из Москвы в Петербург, подальше от работы и жены с ее попытками спасти брак. Однажды неопределенность этой нервной жизни прекращается. А всем участникам образовавшегося треугольника предстоит выбрать, как и с кем жить дальше. Автор картины Анна Меликян. Творческая кредо девушки – беспрестанное изучение любви. Фильм «Трое» – еще один взгляд на то, как неожиданно может начаться новое чувство. И как это чувство приносит одному человеку несчастье, а другому спасение. Роли в кино достались Константину Хабенскому, Юлии Пересильд и Виктории Исаковой. Посмотреть картину стоит хотя бы из-за хорошего актерского состава. Да, кризис среднего возраста у мужчин – штука неприятная. Нервничаешь по пустякам, все из рук валится. Надеюсь, у наших операторов этот период начнется нескоро. Иначе мы не то, что программу, мы и комментарию людей взять не сможем. Они у нас и без того нервные. Не, мы вообще-то здесь. Мальчики, я любя. Популярная актриса Кэнди Блэк – та еще дерзкая штучка. Любит покутить и частенько прикладывается к стакану. Надо сказать, не без последствий. Сегодня главная комедиантка Голливуда Шокировала всех новой выходкой. Приговор суда. Три месяца в центре реабилитации. Надо придумать какой-то выход. Сюда должен поехать другой человек, который очень похож на меня. Вы о ком? Копия Кэнди мила, обаятельна, талантлива и не прочь избавиться от оригинала. Дублерша больше не желает быть тенью своей начальницы. Она крадет ее образ и живет ее жизнью. Луису поступают предложения от телекомпаний. Хотите, я вас подменю? Деньги поделим пополам. Самой Кэнди отныне предстоит жить в совершенно другом амплуа и изо всех сил стараться вернуть то, что у нее украли. У вас другой голос. Нет, это я уверяю вас. Две главные роли в кино сыграла одна очаровательная Дрю Берримор. Актриса голливудской комедии отлично вжилась в роли, сделала картину легкой и приятной для просмотра. Иногда мне кажется, что большинству из нас просто необходимы такие дублеры. Это же сколько всего можно было бы успеть. И поработать, и погулять, и пройтись по магазинам, и зайти в салон красоты, и дома порядок навести, а еще и в спортзал сходить, и книжку в библиотеке почитать. Да, правда, у меня цель более приземленная. Ну а теперь мы традиционно переходим к фильмам, которые в эти выходные покажет наш канал. И первое в списке того, что стоит посмотреть в нашем эфире, сказка о любви, доброте и красоте. История о девушке по имени Раскрасавица. Сюжет одноименной картины до боли знаком. В скромную дочь фермера влюблен едва ли не весь город. Мужчины мечтают взять ее в жены, а женщины завидуют ее внешности, изо всех сил стараясь стать хотя бы на чуточку похожими на раскрасавицу. Сама же юная особа считает свою внешность главной проблемой. Она уверена, гораздо важнее душа, а кто рассмотрит ее за столь миловидной мордашкой. Почти все свободное время раскрасавица проводит за чтением книг из библиотеки при монастыре. Там девушка знакомится с принцем Артуром, который так же, как и она, голоден до интересной литературы. Ну а дальше разворачивается самая настоящая история любви. Лень родилась раньше него. Это про героя нашей следующей экранизации, мистер Филичита. Мартино, молодой итальянец, предпочитает днями напролет валяться на диване и рассуждать о бренности бытия. Но все меняет случай. Его сестре становятся срочно нужны деньги на операцию, и Мартино соглашается поработать в доме успешного психолога. Во время отъезда доктора Мартино отвечает на один из звонков, и когда он узнает про сумму, которую клиенты готовы отдать за помощь, сам решает побыть психологом. На первых порах ему везет, и благодаря природному обаянию и находчивости он зарабатывает первые приличные деньги. Позже парню попадается поистине непростой случай. Талантливая фигуристка Арианна Кроф после неудачного выступления ни в какую не хочет возвращаться на лед. Сможет ли Мартино сделать счастливой Арианну? Поможет ли парню его непосредственность? И вообще, чем закончится эта история? Еще одна история, которую покажет наш канал – «Рябиновый вальс» – фильм о подвиге юных саперов, которые ценой своей жизни обезвреживали минные поля и дороги. В соответствии с постановлением Госкомитета обороны, в поствоенные годы на территории Вологодской области проводились работы по разминированию Оштинского района, освобожденного от немцев. Были подготовлены минеры. В основном это девушки с 17-20 лет. Эта картина рассказывает яркую и короткую историю любви главных героев – инструктора Алексея и молодой вдовы с ребенком Полины. По закону жанра, едва начавшаяся любовь рушится о прошлое. Неожиданно с фронта возвращается муж Полины, ранее признанный погибшим. Романтичный у нас выпуск получился. Почти каждый фильм про любовь. Хотя, от чему удивляться, ведь она правит миром. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам как можно больше теплых и взаимных чувств в эти выходные. Пока, дорогие, до следующей пятницы! Субтитры создавал DimaTorzok